Здравствуйте, меня зовут Чмутова Влада, студентка второго курса образовательной программы журналистика История телевидения В настоящее время нет ни одного государства, не охваченного телевещанием Телевидение является самым влиятельным электронным средством массовой информации О передаче изображений на расстояние человечество мечтало с давних времен О чем свидетельствуют сказки и легенды про волшебные зеркала, тарелочки с яблочками Но прошло не одно тысячелетие, прежде чем эта мечта осуществилась Во второй половине 20 века стремительное развитие телевидения привело к тому, что уже выросло несколько поколений, не представляющих себе жизнь без телевизора Впервые явление фотоэффекта, освобождение электронов веществом под действием электромагнитного излучения Обнаружил немецкий физик Генрих Герц в 1887 году А через год русский ученый Александр Столетов провел опыт, наглядно демонстрирующий это явление В 1907 году русскому физику Борису Розингу удалось теоретически обосновать возможность получения изображения Посредством электронной лучевой трубки, разработанной ранее немецким физиком Брауном И даже удалось осуществить это на практике Он смог получить изображение в виде одной единственной неподвижной точки Первой работающей телевизионной системой считается изобретение немецкого инженера Пауля Нибкова Сделанное еще в 1884 году Конструкция положила начало созданию так называемого механического телевидения Пауль Нибков изобрел диск, с помощью которого изображение преобразовывалось в электрические импульсы Благодаря диску Нибкова в 1925 году шведскому инженеру Джону Берду удалось впервые добиться передачи распознаваемых человеческих лиц Несколько позже им же была разработана и первая телесистема, способная передавать движущиеся изображения Первое время развитие телевидения шло в двух направлениях Электронном и механическом Причем развитие механических систем происходило практически до конца 40-х годов 20-го века Прежде чем было полностью вытеснено электронными устройствами Эксперименты с использованием электронных лучей для передачи и приема изображения на определенные расстояния Начали проводиться в различных странах США, Япония, Советский Союз с начала 20-х годов 20-го века В результате в 1933 году американскому инженеру российского происхождения Владимиру Зворыкину Удалось изобрести катодную трубку, являющуюся по настоящее время главной частью большинства телевизоров В конце 1936 года в Американской научно-исследовательской лаборатории, возглавляемой Зворыкиным, был разработан первый электронный телевизор Несколько позже, в 1939 году, Американская научно-исследовательская лаборатория представила и первый телевизор, разработанный специально для массового производства Он представлял собой массивный деревянный ящик, оснащенный с экраном диагональю в 5 дюймов Позже радиолампы были вытеснены полупроводниками Первый телевизор на основе полупроводников был разработан в 1960 году фирмой Sony В дальнейшем появились модели на основе микросхем Теперь же существуют системы, когда вся электронная начинка телевизора заключена в одну единственную микросхему Сегодня качество вещания значительно возросло и стало цифровым Сами телевизоры уже перестали восприниматься как ящики, ибо появились плоские LCD и плазменные модели Размены экрана перестали измеряться парой десятков сантиметров Телевидение стало нормой К началу 21 века методы и принципы телевещания значительно изменились Возникло кабельное и спутниковое телевидение В 1928 году начала свою работу первая телевизионная станция Улис Санабриа впервые начал передавать изображения и звук по частотам своей радиостанции Он начал регулярное вещание, не было возможности из-за Великой депрессии Массовая история телевидения с регулярным вещанием начинается в 1934 году в Германии Немецкая телекомпания RRG впервые в истории вела трансляцию с Берлинской Олимпиады по телеканалу В 1936 году регулярное вещание было установлено в Великобритании Чуть позже телекомпании возникают в США и СССР В 1950 году США впервые вводят новый стандарт цветного телевидения Почти мгновенно эта тенденция была подхвачена во всех развитых странах В 1967 году Европа и СССР вводят свой стандарт цветного телевидения Постепенно формируется телевизионная культура, нарабатывается система жанров, создаются архивы программ Появляются профессиональные тележурналисты и ведущие Во второй половине 20 века телевидение стало массовым Оно существовало почти в каждом доме Земли История развития телевидения кратко может быть описана как стремление к мировому господству Телевидение всегда соревновалось с кинематографом, театром, массовыми зрелищами Но в итоге заняло свою нишу в современной культуре С развитием интернета история развития телевидения меняет свой вектор Сегодня каждая крупная телекомпания создает электронную версию канала Где можно увидеть телепередачи, оставить комментарии, сделать какие-то заявки Телевидение меняет модель взаимодействия со зрителями Теперь каналы постоянно стремятся вовлекать зрителей в коммуникацию И очевидно, эта тенденция будет только развиваться Зрители уже имеют возможность оставлять комментарии, голосовать, задавать вопросы героям программ В скором будущем утратит актуальность сетка вещания Каждый зритель будет формировать свою сетку по запросу Современный зритель все больше становится потребителем И его интересы и дальше будут определять форму подачи информации на телевидении Тенденция интеграции телевидения с электронными СМИ будет только нарастать Телевизор станет не только приемником телеконтента, но и многофункциональным устройством Тенденция интеграции телевидения с электронными устройствами